Производится выход команды из аварийно-спасательного автомобиля. Развозка разведки капитана команды. Не следение работы. На месте ДТП работают спасатели. По легенде, в плену покореженного кузова водитель и его пассажирка. Возволяли статистов из БД-8 команд пожарно-спасательного гарнизона Ивановской области. Спецчасть провела показательную операцию. Автомобиль произвел наезд на препятствие. Зажато, заблокировано в салоне пассажир и водитель. У них подозрение на спинальную травму, перелом конечностей. При выполнении упражнения пожарно-спасательные подразделения должны оказать медицинскую помощь в полном объеме. В ликвидации ЧЕС с участием автомобильного транспорта около 12 этапов. Один из самых трудных – работа с гидравлическим инструментом. Часто при демонтаже кузова автомобиля случаются сложности. Самый ответственный этап – помощь пострадавшим. У водителя, согласно легенде, перелом ноги. У девушки – перелом предплечья. Самый сложный, я считаю, это этап как раз эвакуация пострадавших, так как нужно выполнять обязательно присутствие и при этом минимально нанести вред пострадавшим, ввиду того, что у него травмы и находится в шоковом состоянии. В реальной жизни выполнять все эти действия спасателям приходится практически каждый день. А сейчас в весеннюю распутицу аварий еще больше. Днем тает, ночью подмораживает. Водители не справляются с управлением. Ежедневно происходят выезды на ликвидацию дорожных происшествий. Порядка более 150 выездов уже совершено пожарно-спасательными подразделениями Ивановской области на данные аварии. Имеются наиболее сложные с точки зрения проведения аварийно-спасательных работ аварии на трассах, то есть на междугородных трассах, так как, соответственно, там большой скоростной режим. И при ликвидации таких аварий от спасателей и пожарно-спасательных подразделений зависит жизнь и здоровье людей. Очень важно помнить, что извлекать пострадавших из покореженного автомобиля могут только профессионалы, которые знают, как не навредить. За этот год эти парни и их коллеги спасли уже 45 человек. И ни одна тренировка, пусть даже это соревнование, лишней не бывает. Каждое действие должно быть отработано до автоматизма. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.